Здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители. С вами Вячеслав Котляров. В Харькове 7 часов 47 минут, 15.08.2016 года. Откровенно говоря, я до конца не знаю, зачем я это сейчас буду делать. Узнаю потом в комментариях. Но что-то меня толкает это сделать. Поэтому для добрых людей, будьте добры, сосредоточьтесь на положительные мотивы. Потому что, как я предполагаю, дальше будет все хорошо. Так, Сергей Зимаков. Славей, больше делай роликов. Народ ждет инфу. Все вопросы, которые у меня были по устройству нашей земли, отпали. Все гениальное просто. Саров, Сергей Зимаков. Спасибо, Сереж. Я буду стараться делать больше роликов. А знаете, почему много роликов не получается? В силу технических сложностей, у меня роликов бы выходило значительно больше. Но из-за того, что я очень слабо владею компьютерными приколами, и люди меня часто в комментариях критикуют за отсутствие качественного звука, вы извините, пожалуйста, но со звуками я ничего не могу сделать. Вот вчера два друга приехали, они все, что могли, то сделали. Помогли там с компьютером, профилактику сделали. Мне добрые люди прислали хороший микрофон в Голландии. Другой добрый человек прислал мне посылкой серьезную внешнюю звуковую карту. Специалист вчера пробовал все это дело подключить. В итоге получилось, что мне пришлось вернуться к своему старому доброму микрофону и к интегрированной звуковой карте. Так, посмотрел вчера прямой эфир с вашим участием. Ну, вчера это, знаете, какой имеется эфир ведут? Это в Институте Б про плоскую землю, по-моему, девятая часть. У меня на канале он называется. Монтарктидира ту Пальма или как-то так. Да, я недавно прочитал в скайпе. Даже один из участников конференции написал, что я тут эфир в одиночку вытянул. Возможно, так. Так, так вот, тут пишет счастливый человек. Посмотрел вчера прямой эфир с вашим участием. Тоже, кстати, чудеса. Начал зачитывать вам сообщение человека с ником счастливый человек. И когда я его начал читать, он у меня добавился в скайп. Мы обменялись только что с ним данными, да? Так, посмотрел вчера прямой эфир с вашим участием. Даже зачем-то лайк поставил. Хотя реально инфу слушал только от вас. Остальные лишь делали вид, что участвовали в диалоге. А уровень комментариев очередной раз подтвердил, что даже пытаться будить системных ботов занятие крайне неблагодарное. Хотелось бы с вами пообщаться максимально в серьезном уровне. Конечно же, без всяких докажей. Вполне возможно, что мне удастся столько расширить вашу карту мира. Если вам это интересно, напишите свой скайп. Спасибо, счастливый человек. Я свой скайп вам написал. Ну, на самом деле, я системных ботов не собираюсь будить. Я, так сказать, обращаюсь к людям и к человекам. Вот, поэтому системных ботов свои. И, скажем так, руководители. Ну, а пускай они ими занимаются. Так, челленг про сотовую землю. Пишет Илекопитик. Зовите, если неправильно я прочитал ваш книг. Давайте посмотрим, что там за челленг про сотовую землю. А, Настенька, Анастасия. Да, мучают ребенка, конечно. Не понимая, что наносят непоправимый урон. Я как-то оставил где-то комментарий в ВКонтакте, что сейчас тут очень важна дословность, потому что не хочется из того комментария не упустить ни одной буквы. Ладно, не удалось мне найти собственный комментарий. Но смысл того комментария был, что... Нелавимый комментарий. Ну, ладно. Но смысл там был такой, что ребенка лучше оставить в покое, дать ему бумагу и ручку. И девочка достигнет значительно больше результатов. Дело в том, что она обладает очень колоссальным потенциалом. У нее просто потрясающая интуиция, благодаря которой она достигает таких феноменальных результатов. А сущности с ней на самом деле не так часто общаются. Да и вообще, вы помните, я не раз сообщал, что на прямой контакт только выходят темные в общении, а светлые никогда не общаются на прямую. Запрещено. Это крайне редких случаях. Крайне редких. Это вообще там... Ой... Ну, ладно. Кто-то найдет мой комментарий про Анастасию. И перебросит мне в комментарии... И перебросит мне в сообщения. Так, идем дальше. Главному по плоской земле. Слава, привет. Ждем новых инфороликов. Сергей. Ну, мне вообще-то приятно, конечно. Я вспоминаю фильм «Блондинка за углом». Или как он там назывался. В главных ролях Татьяна Догилева и Андрея Мирона. Вот Андрей Миронов в этом фильме был главный по тарелочкам. Ну, я главный не по плоской земле. Я очень язычески отношусь в том общепризнанном понимании плоской земли. Мне было очень приятно от Андрея Григорьевича Купцова услышать. Главный по ячеистой земле. Ну, или по сотовой, да? Так, вот Андрей Ефремов пишет. Моего лучшего друга очень интересует оккультизм. И все, что с ним связано. Стоит ли этим заниматься? Мой лучший друг хочет этим заняться. Изучие считает, что это нужно. Я сам веган. И его подталкивают, чтобы он тоже от недугов избавился. Так я и вот решил в оккультизм, так скажем, нырнуть. У меня опасения есть некие. Можете что-нибудь посоветовать? Нет к кому больше обратиться. Андрей, ну вы все равно не поступите по моему совету. Но я посоветую. Никакими с оккультными науками лучше вообще не связываться. Потому что весь современный оккультизм это шарлатанство в явной форме. Раньше оккультные науки, они были в моем понимании, давали пользу окружающим. А сейчас они, оккультные науки, дают пользу только, и то в кавычках пользу, индивидуальную. А для меня все, что не помогает людям, а только помогает себе, это все заведомо неправильно. Так, а тут что ведунра пишет, котя это тебе. Сейчас посмотрим, что там мне. А, это он снял ролик. Ого, ролик называется котя лжец. Ну я его смотрел, я даже по-моему сделал его перезалив. Я вообще даже, когда меня, я же говорю, критикуют, я стараюсь, чтобы критику увидело как можно больше людей. Ну вы помните, к чему это привело. Вот этот мальчик Вася с севера Руси. Это когда я его критику у себя на канале выложил, он сделал все, чтобы мой канал заблокировали. Ну и вот этот Дениска Хаймогрэйч, как его там канал, интересно или как там тоже это. Критиковал, критиковал и в итоге тоже попытался мой канал убить, когда я его критикую, себя выложил. Вообще непонятно. Нелогично. Если вы выпускаете ролики, чтобы меня разоблачить, и я вам помогаю в разоблачении самого себя, почему же вы делаете все, чтобы эти ролики никто не увидел? Это какой-то абсурд. Это не логики, не здравого смысла. Значит вы получается брехуны, раз вы скрываете свои разоблачения от людей. Собака это вообще очень ругательное, негативное слово, которое нашим друзьям, пёсим, тёмные навозали. Животных этих следует называть псы, или пёсики, пёсинятка. Ни в коем случае собака, вы просто обижаете это животное. Тогда ему используйте термин, что она собака. Это пёсик, пёс, ну или как-то так же. Каздек МАМГ Ну подумайте вы масштабно, сколько людей совершали кругосветные путешествия, а на шарах, самолётах, лодках, велосипедах, даже пешком. Ни один из них не видел краешка земли. Если земля плоская, у неё обязательно есть край. Любой плоскости есть начало и конец. Неужели начало и конец не видно ни одним, один телескоп? Вообще никто никогда не видел. Так, дальше читать бесполезно. Я вот, когда мне прошут про плоскую землю, я вообще всем обращаюсь. Вы вообще в своём уме, всех, кто мне пишет про плоскую землю, вы можете своим плоским мозгом понять, что земля не может быть плоской? Космос не терпит плоскости. За исключением вашего интеллекта. Он может у вас быть плоским. Вы подумайте хорошо, что земля не может быть плоская, круглая и ещё какая-нибудь там цилиндрической формы. Земля может быть исключительно только шарообразной, как футбольный мяч. Повторяю ещё раз для рождённых бронепоездах. К Вячеславу Котлярову не обращаемся по поводу вопросов, связанных с плоской к земле. Есть куча в интернете блогеров, которые вам с удовольствием расскажут про плоскую землю. Я не отношусь к этой секте. Я не отношусь к этой секте плоскоземельщиков. Я не отношусь к секте круглоземельщиков. Это всё сектанты, вы понимаете? Те, кто говорят, что земля круглая, маленькая, а солнце больше её в миллионы раз, это преступники, это проплаченные преступники. Даже если они не получают какие-то деньги, скажем так, в материальном плане, они проплачены инфернальными сущностями. Все вот эти людишки, их по-другому нельзя назвать, которые себя называют учёными, и при этом они говорят, что земля маленькая, кругленькая. Это проплаченные, это работают на наших врагов. Вы можете смело плюнуть в лицо врагу, потому что он наших детей переводит на красный свет, говоря, что наша земля маленькая, кругленькая. Всё. Надеюсь, что я с точкой точку поставил, с этой плоской, круглой, маленькой землёй. Вообще даже не задавайте мне подобные вопросы. Земля наша огромная, шарообразная. Для детей свободной кампучи, ещё раз повторяю, она в миллиарды раз больше, чем мы себе это можем представить. Всё. С плоской землёй больше ко мне не подходите. Каздек Амде. Всё. Пожалуйста. С плоской землёй играйте сами. Это вам нравится, что земля плоская? Всё. Ко мне никаких пытаний. Есть много чудиков, блогеров, которые вам даже расскажут, что земля маленькая, кругленькая. Ну, проплаченные. Проплаченные преступники, которые наших детей переводят на красный свет. Так. Елена Серова. Джейми Оливер выиграл суд у компании Макдональдс. Он доказал, что там, что так называемое мясо для котлет мясом не является, и его есть нельзя. Спасибо, Елена. Спасибо. Так. Ага. Елена Серова. Благодарю за информацию. У меня несколько вопросов. Кто сотворил нас, землю и вселенную, если творец существует? Можем ли назвать его богом? Один ли он из творцов? Один ли он или творцов много? Вы верите творцу, творцам? Всевышнему. Они помогают нам сейчас. Они помогают нам сейчас? Благодарю за ответ. Елена, вы знаете, относительно полный ответ по вашим вопросам я дал в своем ролике. Когда-то наши сердца были из камня. Вот. Ну, давайте по порядку так. Кто сотворил нас, землю? Ответ, который пошел далее, к сожалению, погиб безвозвратно. Еще два-три раза предпринимал попытки дать развернутый ответ на ваш вопрос, Елена. Но все тщетно. Поэтому могу порекомендовать один из моих роликов, когда-то наши сердца были из камня и другой ролик, кто раньше появился, взрослые или дети. Еще попытаюсь добавить, может все-таки запись на третью-четвертую попытку получится. Удивительно, какие мистические вещи пробуждаются. Предпринимаю ответить на вопрос, но он не пишется. Значит, смотрите. Высший иерарх создал дюжину иерархов. Те, в свою очередь, еще дюжину и так далее. Круг замкнулся. Змея проглатывает свой хвост. Я приводил пример на фитоплантоне и китах. На нашем небольшом уровне. Кошелоты, касатки создают, условно в кавычках, фитоплантон. Благодаря ему питаются маленькие рыбки. Потом питаются чуть больше и больше. И уже потом огромные, так сказать, титаны нашего океана питаются. То есть, круг замкнулся. По памяти сейчас попробую воспроизвести еще один ваш вопрос. Там верю ли я богам? Не просто верю. Если бы светлых наших иерархов не было, не было бы и нас. Мы тоже в какой-то мере сами себе предки. В нашем случае так же самое. Змея проглатывает свой хвост. Более развернутый ответ попытаюсь дать в других роликах. Почему? Потому что вижу, что по техническим причинам не удается мне это сделать. А с вами был Вячеслав Котляров. Спасибо большое, что слушали меня, слышали меня. Всего доброго. И спасибо вам огромное за ваше внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok